Приветствую вас на библейском портале КЗГЕТ. К нам поступил вопрос. Что делать, если дети не вникают в службу, как вести себя собственными детьми, которые не понимают службы, отвлекаются? Не препятствуйте детям. Их есть Царствие Небесное. Понимаете, у детей немножко свое собственное понимание службы. И когда ребенка афонскую, там всеночную, вечером начали, а утром закончили, для многих детей, особенно невоцерковленных, которые не с детства воспринимали молитву, а как только их привели родители, которые захотели воцерковиться, для них многое непонятно и многое утомляет. Я думаю, что детей к службе нужно приучать потихонечку. Во-первых, домашней службой. Если дома читается правило, утренний, вечерний, если это происходит в семье, если детей не нагружают полноценными монашескими молитвами, а дают им возможность кратенько, но самостоятельно прочитать какую-то молитвочку, которую они со временем выучат. Как-то вот сокращенное правило для детей, оно приучает их к дисциплине богослужебной. Не нужно ждать от детей монашеских подвигов, потому что для того, чтобы стоять, не шевелясь службу, нужно понимать, о чем идет речь. В свое время я помню, когда лет 30 назад первый раз в жизни пришел в храм и удивился. Во время службы старые бабули стоят полтора часа, не шевелятся. А я офицер, который способен был выстаивать пост номер один трехсменный круглосуточный, не шевелясь вместе с знаменем. Тут и ногами проблем, и с головой проблем, и со спиной проблем. Да что ж такое-то? Почему происходит это со мной, а с бабушками не происходит? Так вот, я понимал, я сейчас уже понимаю, что бабушки-то молились, а я просто стоял на ногах. Была охота понять, но было очень все непонятно. У детей такая же проблема. Если детям будет что-то понятно, если они вдруг во время службы услышат знакомые слова молитвы, они обязательно напрягутся. Если у них начитана молитва «Отче наш», и здесь во время службы начнется читаться та же самая молитва, они обязательно напрягутся, они будут частью этой службы. Но пока они этого не понимают, не надо ждать от них монашеского послушания или там стойки смирно на все полтора-два часа, потому что нам это хочется. У детей свое понимание Бога, у детей свое понимание молитвы. Нужно их потихонечку-потихонечку вводить в этот мир. Не нужно от них ничего требовать. Лучше недомолиться, чем перемолиться. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok